Доброе утро, уважаемые коллеги. На самом деле, с моего языка сняла фраза о том, что, наверное, пока мы говорим только о адевантной терапии меланомы, а уже, может быть, в следующей нашей конференции будет ряд лекций, посвященных иммунотерапии и ряд других солидных опухолей. Напомню, что напрямую выживаемость больных меланомой кожи зависит от стадии, и у тех больных, у которых на протяжении ближайших пяти лет риск рецидива превышает 30%, а это больные, начиная со второй B стадии, являются кандидатами для адевантной терапии. И также, конечно, напоминаем, уже на протяжении последних полутора лет были активны о том, что в 2017 году принята была восьмая версия классификации ТНМ, в которой выделена более агрессивная подстадия третьей стадии, это третья D, в которой мы видим выделяются опухоли, имеющие тонкая первичная опухоль с наличием изъязвления Т4Б или четыре поражённых климатических узла, или два поражённых климатических узла с наличием микросателлитов, макросателлитных образований или транзитных метастазов. Мы видим, что в пределах даже этой третьей стадии драматически трёхкратно различаются показатели общей выживаемости через 5 и 10 лет. И, разумеется, схематичные изображения результатов любого адевантного лечения. Мы знаем, что часть больных, и довольно большая часть больных, уже излечена хирургическим способом и не нуждается в каком-либо лечении, и для этих пациентов лечение не будет иметь пользы, а может нанести какой-либо вред из-за своей токсичности. И часть больных, которые получат пользу, потому что у них имеются микрометастазы, отвечающие на адевантную терапию, и довольно большая группа пациентов, которые имеют изначально адевантные метастазы, эти пациенты также не получат пользу. Поэтому, конечно же, наше желание максимально увеличить разрыв между этими кривыми и в то же время соблюсти баланс между эффективностью и токсичностью. Разумеется, ожидаемая польза должна превалировать возможный ожидаемый токсический эффект. И здесь представлены исследования, которые, в принципе, исследования буквально последних двух лет, регистрационные исследования, которые значительно расширили возможность адевантной терапии меланомы. И мы видим, что они посвящены и использованию ингибиторов иммунных точек, и большая группа – это таргетная терапия в адевантном режиме. Мы тоже знаем, что это раздел адевантного лечения, значительный и активно уже изученный и продолжающий изучаться. И, конечно, говоря об адевантном лечении меланомы, мы не можем не упомянуть о том, что до недавнего времени единственным вариантом лечения был интерферон-альфа. И, разумеется, сейчас уже место его, несмотря на то, что препарат, безусловно, широко и активно использовался во всем мире, он сейчас уже покидает арсенал данных видов терапии, адевантной терапии меланомы. Остается буквально в российских рекомендациях, да, в ряде рекомендаций европейских, но очень, скажем так, ограниченная и уже действительно мало доказанная возможность применения интерферона. Потому что на основании метаанализа большого количества исследований, сейчас уже метаанализ 2017 года, около 15 исследований, рандомизированных, безусловно, видно, что малые дозы совсем не влияют ни на общую, ни на безрецидивную выживаемость. И высокие дозы в ряде исследований привели к увеличению общей выживаемости, но, как правило, при длительном наблюдении эти различия выживаемости также нивелируются. Поэтому препарат, к сожалению, покидает поле адевантной терапии. И мы видим, что в рекомендациях НССН остается только в виде интратуморального введения вместе с БЦЖ, вместе с антраликином вторым, категория 2Б доказательности. И в российских рекомендациях, в принципе, он остается во всех своих и ранее известных режимах, но также, наверное, постепенно будет вымещаться. И, конечно, говоря об адевантной терапии ингибиторами иммунных точек, мы достойны исследования буквально 4-х летней давности, которая, к сожалению, уже за 4 года, насколько действительно интенсивно происходят подвижки в области иммуно-онкологии, что уже эта опция использования эпилеумаба у больных меланомы кожи 3-й стадии, уже эта опция, к сожалению, не является реальной и активной. И мы видим, что препарат уже был зарегистрирован у больных меланомой кожи при влиянии на безрецидивную выживаемость. И буквально через год, в 2016 году, были представлены данные о влиянии на общую выживаемость. И впервые этот препарат показал эстетически достоверное повышение, снижение риска смерти на 28% и абсолютное увеличение общей выживаемости на 11%. Разумеется, токсичность эпилеумаба присутствует, и поэтому только 13% больных смогли провести полный курс терапии. И ясно, что для девантной терапии это неприемлемая опция, когда только один пациент из 10 может получить его. Токсические смерти, осложнения, приведающие к прекращению лечения. Поэтому, безусловно, токсичность эпилеумаба, известная нам, она и здесь также не является негативной, на весы высокой токсичности. И сейчас уже место девантной терапии плотно занимают препараты ингибитора ПД-1. Это неволумаб и пембролизумаб. Рандомизированы, безусловно, исследования. Причем для неволумаба это сравнение уже с эпилеумабом. Для пембролизумаба пока исследования в сравнении с плацебо. А для неволумаба стандартная рандомизация, большая группа пациентов, около 1000 больных. И мы видим, что включены пациенты, имеющие даже четвертую стадию заболевания, после радикального полной резекции всех имеющихся метастазов. То есть больные, которые, в принципе, у нас являются кандидатами для уже паллиативной, еще недавно, лекарственной терапии, они получали в данном исследовании адювантное лечение или неволумабом, или эпилеумабом. Ну и кривые безрецидивные выживаемости и в дальнейшем мы увидим общие выживаемости, они также убедительно расходятся, и преимущество неволумаба, наверное, здесь уже никак не оспаливается. Риск прогрессирования по сравнению с эпилеумабом снижается на 30%. И дельта, мы видим, 13%. Причем, как для всех препаратов из групп ингибиторов и обменных точек, нет такого существенного влияния на эффективность в зависимости от уровня экспрессии PD-L1 и от мутации BRF. То есть, на самом деле, все пациенты, вне зависимости от наличия результата мутации, они могут являться кандидатами для получения препарата и иметь выигрыш. И практически во всех подгруппах, просто во всех подгруппах пациентов, независимо от того, макро- или микрометастазы, статус PD-L1, мутация BRF и так далее, имеется, безусловно, преимущество неволумаба. Выживаемость безрецидивных метастазов, поскольку мы знаем, что причина смерти, как правило, это отдаленные метастазы, также риск их развития уменьшается при использовании неволумаба. И это сказывается и на видах последующей терапии. Мы видим, что уже на 10% снижается общая частота всех любых видов лекарственной терапии у больных, которые получали неволумаб. То есть, потребность в любом другом лечении из-за прогрессирования этих пациентов уже в абсолютных даже цифрах уменьшается. Токсичность, безусловно, ниже. Мы знаем, что группы препаратов существенно различаются по токсичности. Уже нет летальных исходов. Уже осложнение, приводящее к отмене терапии, примерно в 7 раз меньше, чем в группе эпилемаба. Поэтому, безусловно, весы в сторону большей эффективности и меньшей токсичности, они, безусловно, в этом случае склоняются. И второй препарат, известный нам, это пембролизумаб. Исследование здесь проводилось с плацебо. И, безусловно, был разрешен кроссовер в том случае, если в группе плацебо пациенты прогрессировали. И в том случае, если в группе пембролизумаба пациенты прогрессировали через полгода и больше, то, возможно, было назначение пембролизумаба уже в лечебной длительности терапии до 2 лет. Адювантно в течение года использовался препарат. И здесь, как раз таки, тоже сразу будет еще попытка ответа на вопрос, что делать, если пациенты получали адювантно, ингибитор PD-1, и через перепрогрессирование, повторное его назначение, какой будет выигрыш. Он, безусловно, ожидается, что он будет, но уже будут статистически достоверные данные о выигрыше. И также, по сравнению с плацебо, мы видим, безусловно, увеличение безрецидивной выживаемости на 18% выше в процентном отношении, уменьшение риска рецидива более чем на 40%. Ну, еще раз говорю, по сравнению с плацебо. Поэтому, безусловно, пембролизумаб требует и изучения в группе сравнения с эпилюмабом. Сейчас об этом тоже упомяну. То есть уже сравнение с контрольной группой, безусловно, должно быть, не только с плацебо. Ну и также выигрыш вне зависимости от того, как больные подразделяются по старой или по новой классификации ТНМ, вне зависимости от статуса PD-1, вне зависимости от подстадий в пределах третьей стадии, выигрыш также пациенты получают, вне зависимости от статуса БИРАФ, безусловно. Вот это те выводы, которые в отношении безрецидивной выживаемости. Мы видим, что все пациенты имеют пользу от назначения препарата. Риск отдаленных метастазов. Мы тоже знаем, что именно они приводят, к сожалению, к гибели пациента, как мы только что упоминали. Также практически в два раза снижается риск возникновения отдаленных метастазов. Безусловно, поскольку это препараты иммуно-онкологические препараты, то и развитие иммунопосредственных осложнений, безусловно, выше, до трети, даже более, до 37% пациентов имеют эти осложнения. Причем с течением времени накопление общего количества осложнений, разумеется, происходит в когорте пациентов. Однако, и в принципе мы завтра будем об этом говорить, что наличие осложнений является предиктором ответа. Особенно у больных меланомой и особенно развитие витилига. Это третья позиция. Мы видим, что именно у этих пациентов при наличии такого осложнения как витилига имеется более выраженная, более длительная безрецидивная выживаемость. Поэтому, в принципе, вне зависимости от степени тяжести осложнений, его наличие является предиктором ответа. Это в какой-то мере, конечно, должно быть оптимистично и для исследователей, и для врачей, и для самих пациентов. Такое непрямое, безусловно, сравнение. Мы видим, что спектр токсичности третьей и четвертой степени весьма и весьма умеренный и для неволумаба, пембролизумаба. И, в принципе, слабость, да, конечно, больше 10%, но основные виды токсичности не превышают одного, даже полупроцента. Поэтому, в принципе, лечение в целом достаточно безопасно. И также довольно интересно, такое опосредованное сравнение неволумаба и плацебо. Это данные из двух рандомизированных исследований. Исследование эпилеумаба и неволумаба в сравнении с эпилеумабом. Для того, чтобы группы сделать однородными, исключены стадии, которые указаны здесь. И получилось, что сравнив таким образом опосредованно неволумаб и отсутствие любого лечения, мы видим, что через два года в группе неволумаба практически в два раза выше безрецидивной выживаемости по сравнению с пациентами, которые не получали какого-либо лечения. Для стадии, по крайней мере, 3-й В и 3-й С. Безусловные исследования продолжаются. В следующем году мы будем говорить о данных этих исследований. Как раз то сравнение пембролизумаба, напрашивающее сравнение с эпилеумабом или с высокими дозами интерферона. Сравнение уже неволумаба в комбинации с эпилеумабом. Монотерапия неволумаба и также эпилеумаба. И, конечно, группа эпилеумаба в этом исследовании даже закрыта. Поскольку уже набор пациентов этой группы закрыт. Поэтому сравнивается уже просто монотерапия неволумабом, как являющуюся стандартной. И исследуемая группа больных, получающих неволумаб и эпилеумаб. И исследование пембролизумаба. Как раз таки это сравнение с такими группами контрольными. Или высокодозный интерферон альфа, который до сих пор, получается, по крайней мере, в исследовании он используется. Или терапия эпилеумабом. И вот уже интересное исследование. У больных еще более ранней стадии. Это вторая стадия меланомы с высоким риском рецидива. Причем здесь в этом исследовании участвуют пациенты старше 12 лет. То есть и группа педиатрических пациентов. Мы видим рандомизацию на сравнение пембролизумаба и группы просто наблюдения, группы плацебо. Также при рецидиве возможно повторное назначение пембролизумаба. Безусловно, интересное исследование, и их результаты будут представлены, и будет интересно о них узнать. Здесь такой общий, в принципе, довольно известный слайд о том, что эпилеумаб, неволумаб, пембролизумаб, они, безусловно, приводят к выраженному снижению и риска прогрессирования, и для эпилеумаба снижение риска смерти по сравнению с плацебо и по сравнению с сравнительными группами. То есть, безусловно, эти препараты, они занимают уже такое неоспалимое место в арсенале. Они включены и в рекомендации Российского общества онкологов 2018 года. Оба препарата с указанием стадий. Мы видим, что все-таки оставлен интерферон у нас. Это реалии времени, которое никто, наверное, не сможет пока в ближайшее время изменить. И, безусловно, в рекомендациях международных, как предпочтительная терапия, это терапия неволумабом, пембролизумабом, она, конечно же, существует. Ну и в заключении, одевантная терапия интерфероном. Да, мы должны касатировать все-таки уже выбывание данного агента из нашего общего арсенала лечебных средств. Ипилимумаб – это уже, наверное, исторический такой контроль, который впервые повлиял на общую выживаемость пациентов. Ну а новый препарат ингибитора ПД-1 – это уже препараты, которые принципиально изменили подходы к одевантной терапии, сочетая в себе и высокую эффективность, и весьма-весьма приемлемую токсичность. Благодарю за внимание.